Друзья мои, всем доброе утро! Всем хорошего дня и прекрасного настроения! Продолжает свое цветение Красавчик Розовый дракон Или Формейшн Может быть это Формейшн Не то что продолжает, уже заканчивая, девочки Хочу вам показать Что у него происходит Та-да-да-дам! У него растет красивый листик Ну, это тоже хорошо Но это не главное Я сегодня радуюсь Не первый день уже Появлению его новых корней Вы меня поймете, ребят Посмотрите, какая прелесть Какая прелесть Сейчас подсветим Посмотрите на эту прелесть О, наконец-то Пошел корневой рост Вот здесь небольшой корешок Этот прям такой жирнючий Красивенный Вот вижу, пошел корешок Где-то я еще видела Там в глубине тоже Вон там просматриваются корни Они еще на стенке горшка Не вышли Вот здесь новый корень В общем, я довольна И вот корень Который он Разбудил Раскоплил В общем, вот отсюда Ожил старый корень И вот он пошел сюда И нырнул Вглубь горшка В общем, я довольна, ребята Ну, вот он уже все Цветонос сушит Свой Так, а что здесь такое? Алло, алло, алло Эу, эу, эу Посмотрите Посмотрите, он оживил почку Не, ну этот кавалер Он, конечно Так просто сидеть не будет Радовать Хочу тебя постоянно радовать В общем, ну не он один у меня такой, понимаете Который меня хочет постоянно радовать И гляньте, ребята Уже палка Вот такая вот Сухая Но все равно Фасон держу Ну, это просто Ну, вот Я рада Вот это вот меня не интересует Это можно обрезать Красотой я насытилась сполна С ноября Или даже с октября 22-го года Беспрерывное цветение Можете себе представить Этот вообще Этот полет фантазии Но у меня он не один такой интересный Сейчас я его отодвину Покажу второго красавца Вы все в курсе И все про него знаете Это хот-кис Хот-кис Меня тоже радует Я вам показывала его новые корни Но это не все Вот еще новый корень идет Видите, из шеи Показался Лист очередной Этот вот мы желтим Потихоньку Медленно Медленно Очень медленно Так Здесь у нас вот такой корень растет И вот с этой стороны Вот корни И вот еще Корень из шеи В общем После обработок После опрыскиваний После пересадки У нас налаживается дело В общем По всему периметру У нас идут корни Но они как-то знаете Не сильно спешат Углубиться в грунт Но В грунте там Ну вот этот Как-то так Наверх идет Но я думаю Что они опустятся Со временем Это у меня палочка Ребят Я вот этот листик Вот так вот Немножечко наверх Ушко поддерживаю Ну и смотрите Там-дарарам Вот я обрезала По классике По технике Видите До спящей почки Но почему-то Эта почка Не проснулась А проснулась Вот эта почка По-моему Мы с вами обрезали Во время пересадки И вот мы уже Тут растим цветонос И собираемся Удивлять Баловать И радовать В общем Это двое Двое кавалеров Которые Меня не хотят Оставлять без цветения Ни на минуту Здесь вот Чешуйку Вот он прорвал Сухую Надо ее убрать Я ничего не трогаю Он тут сам Сам хозяин положения В общем-то Сам в себе Будет почки Сам хочет Свести Вот Мне главное Вот эта вот часть Чтоб тут листики были Вот смотрите Последние два листика Они уже идут чистенькие Там девчонки мне писали Говорят Митронидозол По-моему Митронидозол Чтоб я попробовала Антибиотик Девочки Я так и не дошла до него Где-то он у меня есть Но я знаете Как думаю У него Скорее всего Вот эта Грибковость Грибковость И я Не знаю Насчет Антибиотика Что он Именно От грибковости Он от Может быть От Бактериалки Это ж Антибиотик От бактериальной Может гнили Ну не знаю Там что-то Девочки писали На пол-литра Таблетку Ну не знаю У меня куча фунгицидов Растительных Специализированных Поэтому Зачем Эти антибиотики Хотя говорят Что хорошо работает Ну можно пролить Попробовать Но пока я не жалуюсь На корневой рост Даже без антибиотика Вот это Видите Вот там сколько корней Вот так я вам получше покажу Вот это все Новые корни Как говорят Корни пошли щеткой Но я же брызгаю С перекисью водорода Когда бывает С каким-то Слабым концентратом Удобрения По листьям С обратной стороны Вот я брызгаю Ну со всех В общем орошаю Орошаю Тем самым открывается Устица И начинаются Процессы фотосинтеза И они начинают Лучше расти Листики выдавать Корешки В общем Надо Аккуратно брызгать Рекомендуют Если есть бактериалка Аккуратно С обрызгиванием Но я же говорю Что это похоже Вот На грибковость Вот самого его У меня появления Вот он такой у меня И появился Вот такой грибковый Ну Фунгицидами Его проливаю Есть у меня Биологические Фунгициды Буду тоже Скоро ими Поливать Давно не поливала Ну Есть у меня Фитохелп Есть у меня Микохелп Вот Надо будет Принять Ну Как-то вот Заняться Курс пройти Течение Ну Пока вот Корешки Вот так растут Листики растут Ну Чего еще желать И вот Даже решил Цвести Ну Вот это Такое Вы видели Его букеты Без вот Этой верхушки Он Это Это вообще Удивительно Это удивительно Мне кажется Никакая другая Орхидея Особенно Биглиб А это Биглиб Хот Кис Не смогла бы Вот так Растить Такие Букеты В таком Вот Состоянии Удивительное Растение И чем больше Он меня удивляет Тем больше Я его Обожаю Люблю Так Сейчас у нас Новый тренд Появился На ютубчике Фитохелп Девочки Достала этот пузырек Посмотрела Когда Вот у него Годность До 18 Года Ой Что я сказала Хлорофилипт Хлорофилипт А я что сказала Фитохелп Короче Хлорофилипт Там что-то Все разбавляют Мажут Я не знаю Когда-то Я его покупала Вечно Горло Оно даже Не открывается Слушайте Уже так давно Не пользовались Что оно даже Не откручивается Это Эвкалипт Название Лекарства Средства Хлорофилипт Это аптечное Средство Это спиртовый Раствор Вот так Выглядит Это растение Эвкалипт И вот Смотрю Там народ Что-то там Разводит Один к одному Что-то там Смазывает Брызгает Девочки Кто пробовал Расскажите Может кто-то Уже попробовал Кто-то Уже Скажет Своё Мнение Я ещё Ничего такого Не пробовала В принципе Надобности Нет Я С удовольствием Использую сок Алоэ Серединку Туда прям Закапываю Прям срезаю Лист алоэ Не ферментирую И вот так Его Пожмякаю Пожмякаю И смотрю И туда Закапываю И оставляю Это я делаю Для Слабеньких Орхидеи Чтоб они Немножечко Знаете Как Взбодрились Взбодрились Витамин Немножечко Дать Хлорофилипт Я не пробовала Я просто Увидела Что есть Такая информация Достала Я Начала с Срок годности Не знаю Вот у меня Он уже Не годен Уже Не годен Как Пять лет Вот такой Вот он Экстракт Густой Ну Это в аптеках Вы все Найдёте Его Напишите В комментариях Кто уже Пробовал Кто У захват Кто В обмороке У кого Какие результаты Если кто-то Попробовал Надеюсь Что уже После Появления Этой информации Прошло Немало Времени И Может Кто-то Из вас Уже Попробовал И поделится Своими Положительными Результатами Вот думаю Может Нам туда Накапать Ларафилипт Не Ну я Ребят Не буду Рисковать Потому что Я им Дорожу Я им Дорожу Это мой Так сказать Пациент Которого Я очень Люблю Обожаю Который Меня Тешит Своими Такими Вот Своими Вот Этими Нестандартными Ситуациями Уже Я Конечно Вас С ним Замучила Ну вот Мы С вами Его Пересадили Вы Оставили Множество Комментарий Я вам Благодарна Ну вот Пациент Жив Все Хорошо Он У нас Собрался Свести Ну И этот Пациент Тоже Все В порядке С ним Девочки Пишут Что Сильный Сорт Но Мне Достался Вот Такой Вот Несчастный Почему Потому Что Потому Что В эпицентре Куплены Что Я вам Скажу Именно В нашем Эпицентре У нас Особый Случай С эпицентром Там Всегда Вот Можно Чаще Купить Вот Кого-то Такого Уставшего Нежели Слишком Ну Надо Приехать Наверное Прям Под Самый Завоз Чтобы Взять Орхидею Которая Будет Здоровенькая Ну Вот Корни Вот Мне Нравятся Эти Домашние Уже Они Хорошо Растут Такие Жирненькие Главное Не перелить Не Заморозить Потому Что Идут Холода Все Дорогие Мои Обнимаю Всех Шлю Вам Такой Знаете Букет Летнего Еще Цветения Ловите Наслаждайтесь Что-то Мне захотелось Манхэттен Тоже Прикупить Но С другой Стороны Не сильно Хочется Две Похожие Орхидеи Красота Все Дорогие Мои Жду От вас Комментарии Жду От вас Отзывов Про Вот Это Средство Просто Очень Интересно Почитать Кто Из вас Уже Попробовал Я Не Пробовала Только Сегодня Его Себя Обнаружила Сейчас Открою Посмотрю Чем Он Пахнет Подождите О да Ребята Вспомнила Я Как Он Пахнет Он Убойный Разлила Вот он Такой Зеленый Ну Можно Наверное Вспомнил 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 Немножко Водой Его Развести Макнуть И Может Промазать Грибковость А давайте Мы Сейчас Промажем Грибковость Возьмем Спомнил И Промажем Грибковость Неразбавленным Как думаете Не обидится Он на меня Дело в том Что спиртом Там можно Промазывать Давайте Попробуем Вот Я взяла Спонжик Ну Ватный диск Спонжик Сейчас Намочу Девочки Просрочены Может Эффекта Не будет Просроченного Ах Какой Зеленый Я Именно Вот Хочу Вот эти Места Протереть Там Где Вот Это Грибковость Видите Вот Эти Точки Там Вот Они На шее Но Шею Я Боюсь Сильно Тереть Потому Что Сейчас Двух Сторон Потому Что На шее Идут Новые Корешки Иди Знай Как Он На Новые Корешки Подействует Правильно Мы Будем Рисковать Вот Здесь На Листе Видите Вот Это Вот Представляете Завтра С вами Это Самое Проснусь Короче И Вы Проснетесь И я Вам Видео Что Нету Этих Точек Было Бы Прикольно Вот Эту Черноту Видите Вот Такое Поражение Может Компресс Сделать Оно Вот На Этом Листе Вот На Этом Листе Кстати Тоже Много Таких Точек Немножко Неудобно И Не знаю Что это За Точки Они Вот У него Были По Прибытию Вот Это Его Лист Вот Так Вот Он Видите Поражен Ну Что Нам Ай Запах Конечно Обалденный Обалденный Так Девочки Вот Так Сейчас Протру Этот Старый Лист Старый Лист Этот Вот Новый Протерла Ну Что Может Сейчас Чудо На Глазах Прям Случится И Мы Тут Все В Обморок Упадем Ну Я Думаю Что Это Надо Делать На Регулярной Основе Если Это Работает Я Не Знаю Ну Спирт Может Вообще Этот Грибковость Эту Просто Стереть Любой Спирт А Ну Я Говорю Если Это Грибок То Любой Спирто Содержащий Раствор Просто Его Уберет Наверное Зеленым Закрашу Сейчас Тут Даже На Краешке Вот Девчонки Говорили Что Это Возможно Клещ И Села Инфекция Да Все Что Хочешь Может Быть Я От Клеща Его Травила Видите Он Какой Некрасивый Вот С этой Стороны Так Боюсь До Корня Дотрагиваться То Он Обидится И Закук Лится Так Девочки Все Я Протерла Как Могла Ну Будет Интересно Как Поведет Себя Листик Может Спонжик Намоченный Положить Вот Сюда На Какое То Время Изобразие Оставлю На Полчасика Или Не Оставлять Давайте Оставим Вот Так Сделаем Примочку Все Обнимаю Вас До Встреч На Моем Канале И Жду Вас В Комментариях Пока Пока